Школа, школа, школа! На сцене областной филармонии. На этот раз в День учителя впервые поздравления принимали новые школьные педагоги – советники директора по воспитанию. Действительно праздник этот всенародный. Я про День учителя. Потому что в каждой семье, в судьбе каждого человека есть свой учитель. И достигая определенных высот, каждый из жителей нашей страны, вспоминая тех людей, которые помогли ему подняться на эти высоты, всегда вспоминает своих учителей и наставников. От имени губернатора Илья Евгеньевич вручил педагогам региона ведомственные губернаторские награды и денежные премии. Из них 23 имени прозвучали в зале для выражения высшей признательности от Минпросвещения. Это медаль Константина Ушинского, звание почетного работника сферы образования, воспитания детей и молодежи, нагрудные знаки за верность профессии и почетный наставник, знак отличия, отличник просвещения. Обладателем которого стала Елена Бокарева, заведующая 15-м дошкольным учреждением Биробиджана. А одна из ее сотрудниц получила премию губернатора за внедрение новой программы, связанной со здоровым образом жизни детей. В первую очередь, конечно же, 90% заслуга того коллектива, в котором работает руководитель и им руководит, потому что не может быть генерал без своих солдат, без своего войска. Конечно, я рада, что оценен мой труд столь высокой наградой. Дошкольному образованию было отдано более 25 лет. Из них 11 лет – это руководитель детского сада. Значимость педагогов в своих поздравлениях подчеркнули и депутаты региона, которые вручили благодарственные награды от Законодательного собрания области и регионального отделения партии «Единая Россия». Были и поздравления от коллег, которые обозначили, что с приходом нового не нужно забывать о традициях. Некоторые предметы возвращаются. Или они возвращаются целиком, или они возвращаются отдельными курсами. Но пока на сегодняшний день меня в системе образования все устраивает. Сейчас мы говорим о возвращении истории, о возрастании роли таких предметов, как черчение. Очень интересно, очень нужно и очень свое время. Педагоги никогда не забывают, что главный результат их работы – это ученики, их развитие и становление, их готовность идти во взрослую самостоятельную жизнь. Наставники поделились, какие используют новинки и привычные методы воспитания. Постоянно экспериментируешь, смотришь, чтобы дети усваивали материал. И хвалишь их все время за любой, как говорится, успех. Хоть маленькие, но надо хвалить детей. Церемония награждения сменилась концертной программой, а открыл ее известный танцевальный коллектив «Аванс-сцена». Ну, вас. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21. Кирилл Богаченко. Новости 21.